Нам не нужно больше цифровых валют. У нас уже есть цифровые валюты. Это доллар США, это евро, это и иена, они все цифровые сегодня. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Что-то очень странное происходит в США с криптовалютами. CNBC только что провела интервью с Гэри Гэнслером, которым он четко обозначил свой план действий. Оказывается, он собирается убить криптовалюту, а не просто защитить инвесторов, как комиссия любит повторять. Смотри, мы как агентство должны быть нейтральными по отношению ко всему, Джим. Но есть множество вопросов. Там от 10 до 20 тысяч токенов, на которые есть жалобы. На Coinbase и Coinbase Wallet торгуются, как мы знаем, 16 тысяч токенов. И к ним у нас сотни вопросов. Почему Гэри Гэнслер пытается заморозить активы Binance US? Уважаемый председатель, многое очень сложно понять. Например, в иске против Binance вы написали, иск требует чрезвычайных мер, таких как замораживание активов, проведение экспертизы и даже назначение своего управляющего биржей. Просто если вы это сделаете, Binance придет конец. Ну смотрите, у нас есть опасения. Комиссия по ценным бумагам и биржам США пытается заморозить американские активы Binance. Такое ощущение, что регулятор пытается спровоцировать эффект банковской паники вокруг Binance и, как следствие, искусственное банкротство Binance. Если быть объективным, пишет Уилл Клименте, если у Binance действительно есть резервы, обеспеченные долларом один к одному, то банковская паника не должна быть проблемой для биржи. Похоже, что американский регулятор SEC пытается это выяснить. Но как же тогда Coinbase? Биржа, которая отвечает требованиям, ведь в свое время SEC позволила ей стать публично торгуемой компанией. Зачем же они это сделали, если, по их мнению, Coinbase не отвечает этим правилам? На CNBC несколько дней назад вышло интервью директора Coinbase и давай послушаем самые главные интересные моменты из этого интервью. Даже если вернуться в 2021 год, когда мы стали публичной компанией, знаете что? Прежде чем стать публичной компанией, необходимо раскрыть все подробные сведения о своем бизнесе. Нас очень часто и тщательно проверяли. Они все про нас знали и поэтому позволили стать публичной компанией. Возможно, это была ловушка. Оказалось, что если SEC разрешает компании стать публичной, это не означает, что она ее одобряет. Есть разница между разрешением и одобрением. Когда вы говорили про IPO и процесс IPO, который вы проводили вместе с SEC, я думал, исходя из ваших слов, что SEC одобрила компанию Coinbase, одобрила как американский бизнес. Оказалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США не высказывала своего мнения по поводу самого бизнеса. И на самом деле компания не может публично заявлять о том, что SEC ее одобрила. Вы согласны с этим? Ну, они позволили нам стать публичной компанией. И я подумал, что это и был наш момент быть абсолютно прозрачными с ними, показывая им всю подноготную нашего бизнеса. Поэтому не очень приятно, когда регулятор возвращается позже и говорит, ну мы передумали. На самом деле, Брайан, они не передумали. Джон Старк работал в SEC 11 лет и он руководил управлением по обеспечению соблюдения законодательства. Он выступал ранее и сказал, что разрешение быть публичной компанией не означает одобрение SEC. Там конкретно сказано, что они могут снова вернуться к этой компании за дополнительным регулированием или, например, за раскрытием информации или документов. И я думаю, что они очень конкретны в том, что вы называете себя биржей. Вы называете себя брокерским дилером. Это вещи, для которых вам нужно зарегистрироваться, если вы собираетесь быть либо биржей, либо брокерским дилером. Точно так же, как это должны делать биржи типа NASDAQ. Пара моментов. Во-первых, если вы торгуете товарами, это необязательно применимо. Верно? Мы действительно пошли и получили лицензию дилера-брокера, потому что хотели иметь возможность торговать криптовалютными ценными бумагами. И я думаю, что в США может возникнуть большой и надежный рынок торговли криптоценными бумагами. Даже несмотря на то, что сегодня мы не размещаем никаких ценных бумаг. И, кстати, я думаю, вы правы. Регулятор имеет право иногда изменить свое мнение и вернуться и сказать «Вот новый набор правил, и отлично, мы с удовольствием будем им соответствовать». Проблема в данном случае заключается в том, что мы получаем противоречивые заявления от глав различных регуляторов CFTC и глав SEC. А заявление SEC – это нечто из ряда вон выходящее. Они говорят, что все, кроме биткоина, является ценной бумагой. Ну, это не наша интерпретация закона, это не то, что говорит закон, и это не является позицией других финансовых регуляторов в других странах. Поэтому я не думаю, что у нас был выбор. Честно, нам придется бороться в суде, потому что иначе эта отрасль просто умрет в Соединенных Штатах. Вчера Гэри Гэнслер сказал, что нам не нужна еще какая-то цифровая валюта, мол, доллар США и так цифровой. Но в следующем месяце запускается платежная система ФРС США FEDNOW. Похоже, что план был задуман заранее, и сейчас мы видим его реализацию. Расчистить место и запустить цифровую валюту Центрального банка. Я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного разговора между SEC и компаниями. Но у нас были переговоры буквально с десятками криптокомпаний, включая те, о которых вы только что сказали. И вот что мы обнаружили. Криптовалютная индустрия и весь криптобизнес построен на несоблюдении законов США о ценных бумагах. И мы просим их соответствовать этим законам, но они идут на уловки. Уловка – это когда Гэри Гэнслер обвиняет криптобизнес США в несоблюдении законов о ценных бумагах в США. Но вот в чем дело. Криптобизнес в США хочет соблюдать эти правила. Но где они? Это регулирование путем принуждения. И знаете, мы встречали SEC 30 раз в этом году. Они не дали нам ни одного замечания о том, что мы могли бы исправить и что мы могли бы сделать лучше. В ответ на наши запросы мы получали молчание. И когда мы спросили их, как бы вы хотели, чтобы мы зарегистрировались? Как биржа или брокер или еще что-то? Знаете, у нас есть недействующая брокерско-дилерская лицензия. Можем ли мы ее активировать? В ответ мы получили молчание. И поэтому регулятору не следует возвращаться сейчас и проводить принудительные действия. У нас даже нет четких законов в США. И все это, ребята, происходит на фоне скорого запуска FedNow, практически цифровой валюты ФРС. Это, по сути, как цифровой доллар или как биткоин, только не децентрализованный, с нулевой конфиденциальностью, полностью подконтрольный и манипулируемый американскими регуляторами. Запуск сервиса FedNow может оказать колоссальное влияние на платежи в США. Справедливости ради, некоторые его особенности являются явным улучшением по сравнению с той же системой SWIFT. FedNow – это мгновенные транзакции буквально в режиме реального времени. Основные функции сервиса доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. FedNow будет внедряться поэтапно, со временем появятся новые функции и усовершенствования. Платежная система будет использовать стандарт ISO-222 и вначале будет охватывать только внутренние платежи. Об этом всем написано в этой статье. Так что то, что делает SEC прямо сейчас, это фактически зачистка пространства США для того, чтобы ввести новую систему. Именно поэтому я не удивлюсь, что чем ближе июль, тем агрессивнее будут действия регулятора. Продвижение цифровых валют центральных банков только началось, пишет Коэнбюро. Неудивительно, что страна, известная тем, что замораживает банковские счета протестующих, лидирует в этом направлении. Речь идет о Канаде. В Центральном банке Канады мы изучаем возможность выпуска цифровой версии наличных денег, но не для того, чтобы заменить наличные, а для того, чтобы канадцы всегда имели доступ к безопасному, стабильному и официальному платежному средству. Вы можете подумать, мне не нужен цифровой канадский доллар прямо сейчас, и будете правы, но он может понадобиться канадцам в будущем. Поэтому банк должен быть готов, когда парламент примет такое решение. И на этом фоне окружной суд США выдает повестку генеральному директору Binance CZ в связи с иском комиссии по ценным бумагам и биржам США против Binance. В интересные времена живем. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok